Здравствуйте, уважаемые леди и джентльмены! С вами YouTube канал Botter Bean. Сегодня мы будем смотреть на очередной мой ТОП-1 в игре Fortnite. Лучшим из 100 на этот раз становится уважаемый марвеловский доблестный персонаж Человек-паук. В черном стильном костюме с позолотой он будет брать у нас сегодня ТОП-1. И я покажу вам все ключевые моменты этого ТОПа. Итак, поехали! Ключевой эпизод номер один произошел в заснеженных лесах. После того, как своим паучьим чутьем паучок осознал и поймал на свои паучьи сенсоры клад, он открыл коробочку с патронами и пошел себе мирно путешествовать дальше. Никого не трогал, открыл второй сундук. Тут начал ощущать выстрелы в сторону себя. Точнее, не ощущать, а слышать. Конечно же, нужно было вычислить того, кто делал эти выстрелы. Что же это за такой дерзкий товарищ, который мог так поступать с доблестным, дружелюбным соседом Человеком-пауком? По искрящемуся снегу и прекрасному зимнему пейзажу шел паук и слышал чужие шаги. Так вот, кто это был. Вот эта дерзкая личность, которая смелилась стрелять Человека-паука. Но, судя по всему, этот игрок даже не понял, откуда сыпались выстрелы в его сторону, поэтому разобраться было с ним проще паренной репы. Дальше человек выпивает прыскучий нектар, усиливает щиты и переходит к следующему эпизоду. Погнали. Холодное время в этом топе затянулось, и непривычный для Человека-паука ледяная пустыня не кончалась. Как видели, несмотря на дискомфорт, испытываемый Человеком-пауком от холода, он разбирается с еще одним соперником и продолжает уверенно шагать вперед к первому месту. Не успевшая остыть от перестрелки оружие, тут же нагревается снова, и еще один игрок отправляется в лобби. Ну, а наш паучок продолжает резво бегать по заснеженным местам. Подъем в гору не бывает легким, но только не для натренированного Человека-паука, который способен сдвинуть с места тону, а то и больше груза. Дальше продолжает идти Человек-паук, пригнувшись для того, чтобы не привлечь к себе внимание, потому что уже известно, что игрок, стремящийся к топу 1, находится совсем-совсем близко. Нужно быть осторожным, смотреть по сторонам и стараться не споймать пулю. И вот он, вот он очередной резвый, ловкий, умелый игрок, который начал отстреливаться, но отстреливаться он, к своему несчастью, начал весьма и весьма хаотично. Ну, а пятого, или какого там, шестого по счету фрага, я, к сожалению, не обратил внимания, уже забрать не удалось. Почему не удалось? Да очень просто. Он где-то оказался под воздействием, накрывшей его ядовитой бури. И мы с меткостью о ужас 18% занимаем первое место в Королевской битве и получаем корону, которая сияет над головой Человека-паука. Не знаю, ребята, что будет дальше в этом обновлении. Оставят ли паучьи руки, которые выстреливают паутину? Может быть, их уберут, но я очень сомневаюсь, что паучьи руки останутся. Возможно, их будут добавлять в качестве активности или чего-то в этом роде. Но, скорее всего, паучьи руки будут убраны. Это будет временное явление. Может быть, на какие-то дни рождения Марвел их будут включать. Или еще какие-то мероприятия, связанные с комиксами. Может быть, какие-то круглые даты или комик-коны. А еще, мне кажется, что будут включать не только Человека-паука из вселенной Марвел или Бэтмена из вселенной DC, но еще включат и кого-то вроде Росомахи, Гамбита или еще что-то в этом роде. Потому что разработчики Фортнайта, если уже пошли платить и зарабатывают на этих интеграциях, я думаю, что продолжат это делать и дальше. Ну, а сейчас я хочу показать вам небольшой бонус, который выиграл мой сын. Бонус этот очень интересный, а самое главное редкий. Как вы знаете, в новогоднем обновлении добавлена такая вот интересная активность, где псевдо-дедушка Мороз сидит и раздает подарки. Выбирает мой сын обычный невзрачный подарок. Начинает его трясти в мешке. Тут торчат какие-то бумаги в этом мешке. И я не думал, что в невзрачной упаковке будет такая интересная штука, Матрица, которая называется у нас Страж. Это легендарный, ребята, Дельтаплан в Фортнайте. А в фильме Матрица это Страж, который разбирал корабль избранного Нео, который назывался Науходоносор. И фанаты фильма Матрица без труда узнают эту корявую кракозябру, он же осьминог, он же паук, который пытался уничтожить судно, на котором путешествовал Нео, спасший всех. Вот такой вот интересный легендарный подарок попался нам в обычном мешке, ребята. Вот так он выглядит, легендарный Дельтаплан. К сожалению, не успел прочитать подпись, которая была там, но очень был удивлен, приятно удивлен тем, что в обычном подарке в мешочке оказался такой вот легендарный, интересный Дельтаплан, на котором можно перемещаться.